Накануне старта нового сезона белых платьев в Дубне прошел большой свадебный салон. Организаторы собрали в одном месте лучших декораторов, ведущих, фотографов. Молодые пары, которые только планируют создать семью, познакомились с главными тенденциями в области свадебной индустрии. Как сыграть свадьбу мечты, узнали наши корреспонденты. Организаторы большого свадебного салона с порога удивили гостей. Знакомое всем полуподвальное бильярдное помещение преобразилось в светлую воздушную свадебную зону. В зале, наполненном нежными цветами, эксклюзивными тортами, блеском огни и атмосферы праздника, не хватало только главных героев сказки – жениха и невесты. Мы показываем некий уровень и планку, что можно сделать и как это хотелось бы сделать. По сути, мероприятие, которое… Любое мероприятие можно сделать в совершенно любой бюджет. И в Дубне есть такие возможности. Будет интересный рассказ про площадки, как можно обустроить минимальными возможностями и минимальным цветовым оборудованием, может быть, оформлением самую, может быть, неожиданную площадку для свадьбы. На выбор гостям предложили две свадебные зоны. Если первую трансформировали полностью, то на другой декораторы показали, как можно сэкономить. Они только расставили акценты, вписали цветочную композицию в уже существующий декор. Кризис ударил по бюджету женихов и невест. Свадьба на 80 человек сейчас стоит от 300 тысяч и выше. Но декораторы говорят, что не время опускать руки. Здорово, что вот такие времена бывают, потому что это нас подвигает на какие-то новые идеи, на… в каких-то новых рамках мыслить, преподносить декор. Например, опять же, из трендов, да, в этом году популярны длинные столы под открытым небом, то здесь не обязательно какие-то пышные наручистые композиции. Здесь можно играть с разными формами, даже какие-то использовать винные бутылки в них, свечи жжёные. Когда гости, а в основном салон посетили будущие невесты, сделали селфи на фоне цветов и познакомились с идеями декораторов, на сцене стартовали мастер-классы. Ведущие идеологи свадебной индустрии Москвы рассказали, какая она свадьба мечты. Егор Никитин, организатор салона и творческий директор студийного маркетинга, говорит, что первым делом надо определиться с датой и забронировать место. Но главное то, что не купишь ни за какие деньги, положительный настрой жениха и невесты. Свадьба – это в первую очередь мероприятие, которое создаётся двумя людьми, и оно создаётся именно для них. Поэтому то, с каким настроением они подойдут, те, наверное, эмоции, которые они подарят своим гостям и получат взамен то настроение, которым они поделились. Вот, наверное, это самая главная составляющая любого свадебного торжества. В ходе вечера можно было познакомиться с работами дубинских флористов, кондитеров и фотографов. Будущие невесты выбирали дизайн свадебного платья, присмотрели обручальные кольца и попробовали, каким тортом будут угощать гостей. Мы пришли с подругой, потому что она скоро выходит замуж, следующим летом, и мы решили немножко подготовиться, набраться новых идей, чтобы организовать её мероприятие на полном высшем уровне. Посмотрели мы пока не всё мероприятие, ещё, я думаю, многое впереди. Посмотрели платья свадебные, я думаю, для себя сделаю вывод при выборе. Ну и какие-то цвета для себя тоже уже определили, какие хотим использовать. Я набралась положительных эмоций, набралась идей, цветовые впечатления получила. И теперь будем смотреть, что у меня получится, что у нас получится. Организаторы, безусловно, задали новый уровень организации свадебных торжеств в Дубне, а для гостей салон стал источником вдохновения. Новый свадебный сезон в городе обещает стать ярким и незабываемым. Оксана Егоркина, Илья Ткачук, Павел Лучинин. Новости Дубны.